Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Что же вы делаете? Мы мастеровые Позор Все мы держим голубей Ну? Что же вы ведете себя как мальчишки? Забыли про наши законы? Пирос Проси прощения А ты, Маркар, прости его Стыдно А своих голубей В небо отпустите Они сами выберут, куда им лететь Так и поступим Как скажешь, мастер окоп Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Доченька Лило, подойди ко мне Доченька Лило, подойди ко мне Надо всем птенцам перевязать ниткой крылышки Они молодые К стае не привык И Бог знает куда могут улететь Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Ну леди Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Смотри! Смотри! Мясо уже готово. Заруи, мясо уже готово. Заруи, яблоки положила. Конечно! Принеси-ка еще один стул, внучек. Живи! Живее, живее! Тикин Вартуи, что случилось? Ара наш приезжает сегодня, с чужбины домой возвращает! Да? Лило, ты здесь? Ара сегодня приезжает, радость-то какая! Праздник у них в доме, я спущусь в сад, может, надо помочь Тикин Вартуи? А что, лепешки еще не готовы? Погуляй, погуляй! Приходи через часок! Ах, хорошо! А, смотри, какие, господи! А наша глазная дама как скрещит! Спасите, спасите! А девочки смеют! Рано, что сегодня господин Тумас контору свою взять! Уж не случилось ничего? Да, да, да! Боброго здоровья, господин! А чем все не нравится этот костюм? Это настоящий персидский кофе! Вы что, мне не верите? Посмотрите! Осторожней, не разбей! Ах, какой красивый кувшин! Передай, чтоб в следующий раз в долг не получит! Хозяин чашечку кофе! Хорошо! Да убереги, господи, от беды и разрухи этот дом! Сохрани и преумножь богатство, и да благословен будет этот стол! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! Аминь! Угощайтесь, прошу! С возвращением, сынок! Когда находишься на чужбине, вдали от Родины, чаще вспоминаешь о ней, так? Да! Родина священна, как молоко матери! Подними бокал! С возвращением, сынок! В свой родной дом! В дом родной! С возвращением сына, Тикин Вартуиль! Спасибо! Ешь, мой дорогой! Ешь, мой хороший! Небось, соскучился по маминой стряпне, а? Ещё бы, мама, соскучился! Спроси, конечно! Это правда, что море такое большое, ни конца, ни края не видать! Учитель так нам сказал! Учителя всегда правду говорят! Молодец, сынок! Поездил, посмотрел, а жениться ещё не надумал? Ни о работе, ни о женитьбе, ни слова! Будем пировать! Я для сына такую невесту найду на загляденье всем! Что-то прийти, отец Мород, спел бы для нас! Горло! Святой отец! Нет, не могу! Сегодня нельзя отказывать! Ну, что вы! Никаких отказов не принимаем! Просим! Просим! Отец Мород! ПЕСНЯ Красиво поёт! Молодец! ПЕСНЯ А говорил, петь не можешь! Мне бы такой голос! Молодец! ПЕСНЯ ПЕСНЯ Все благодаря тебе, сыноч, как я рада, что ты наконец сн아서е! Теперь мы вместе! Я тоже хочу сказать маму! ПЕСНЯ Теперь его не остановишь! ПЕСНЯ Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Не пойду. Что ты? Он ведь просил прийти. Тумас заходил днем, побрился у меня, слова не сказал, гости не звал. Я не пойду. Заклинаю, окоп, пойдем, мы ведь соседи. Не пойду! Окоп, заходи! Что же вы так опоздали? Проходите, пожалуйста, милости просим. Но... Прошу, прошу вас. Был, я был. Пожалуйста, к столу. С возвращением в родной дом. Рад вас видеть. Добро пожаловать. Здравствуйте. Окоп пришел, святой отец. Окоп, благослови тебя Бог. Благодарю, батюшка. Подайте мне кувшин. Вина мастеру. Ай ли цудур, ай ли цудур, занучки. Эйрос и Маркар уже помирились? Помирились. Неужто? Помирились. Хорошо, что вернулся. Ты не забыл нас еще, сынок? Здравствуйте. Не забыл, конечно. А как лило? А, лило, все хорошо, спасибо. Я хочу сказать, можно? Конечно, окоп. Говори. Говори. Детство твое прошло здесь, у нас на глазах. Потом ты уехал. И вот уже вернулся. Добро пожаловать. Как голубь спорхнул и улетел из дома. Повидал весь свет. И как голубь вернулся в родную голубятню. В голубятню? У этого человека голова набита голубиным пухом. Я думал, что вы поймете меня. Я хотел сказать. Родительский дом. Вот что я хотел сказать. Жена, так и сидеть будешь? А что делать, окоп? Принеси поесть что-нибудь. Слов моих не выслушали. За здоровье мое не выпили. Да еще и посмеялись. Зачем тебе нужно было голубей вспоминать, окоп? Твоя правда, жена. Если в душе человека нет места для неба, как ему понять, что такое голубь? Ну и нечего тогда переживать. А кто сказал, что я переживаю? Я ведь говорил, что не пойду. Не надо было ходить. Что же теперь делать? Лило? Почему ты до сих пор не спишь? Не хочется. Я вас ждала. Из-за чего отец сердится? Мои голуби. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Девчонки. Субтитры сделал DimaTorzok. Неужели это лило? Ара! Сынок! Мы ждем тебя! Кушай, сынок. Пожалуйста, кофе. Спасибо. Ты выучился. Съешь абрикос. Вернулся домой. Чем думаешь теперь заниматься? Не знаю. Как скажешь, отец, так и будет. Ага. Прекрасно. Молодец. Приятно иметь покорного сына. А теперь к делу. Твой старший брат торгует часами. Средний коврами. И для тебя открою магазин. Будешь торговать мануфактурой. Спасибо, отец. Хотя торговля не мое дело. Но если ты велишь... Велю. Я уже думал об этом. Завтра же, сынок, загляни в торговый ряд. Приглядись. И выбери, что тебе по душе. Прекрасные яблоки. Покупайте яблоки. Сколько стоит? Для вас даром. Голуби! Голуби! Покупайте. Покупайте. Какими интересуетесь, господин? Пожалуйста. Откуда они? Из Боезета. Выбирайте. А вам какие нравятся? Все. Они все хороши. Покупайте. Вода, вода, холодная вода. Каренная, куда ты пошла? Вернись. Модные фраки. Модные фраки. Прямо из Парижа. Вот хороший кусочек. Очень хороший. Нет, нет, ты мне отрежь вот от этого. Он пожирнее. Сколько? Три фунта. Хорошо. Отличный шашлык получится. Водные фраки. Вода, вода, холодная вода. Каренная, ну где же ты? Водные фраки. Котелки, водички. Покупайте фраки. Ара. Рад тебя видеть. Вартан. Прелесть. Ты сам все это делаешь, Вартан? Нравится. Ну, в общем-то, обычные игрушки. Но смотришь на них, и все плохое забывается. Зайдешь? Красивый шелк специально для вас приберег. Идем, дочка. Купите попугая. Пошли. Извини, в другой раз обязательно зайду. Шелка, шелка! Подходите, покупайте. Весь лучший товар у меня. Покупайте. Здравствуйте. Ара. А почему Лило не пришла к нам вчера? Она не смогла. Ты не захотела, Лило? Мама ведь сказала. Как ты изменилась. Он насовсем приехал. А? И больше никуда не уеду. Ты тоже очень изменился. Еще бы за границей жил. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Плавал в своем ковчеге И пристал к горе Арарат Спустя 40 дней Но я открыл окно Но сначала сам выглянул в него Осмотрелся вокруг И выпустил ворону Ворона вспорхнула Улетела И не вернулась Затем он выпустил голубя Голубь вернулся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот видишь, учитель Значит, если верить легенде То Ной Первый голубятник Да, мастер Акоп Как это ни странно Первым в мире голубятником был Ной Тогда скажи, учитель Отчего не любят нас, голубятников? Субтитры создавал DimaTorzok И что мне жизнь без вас? Лило, доченька, птенцы, которым мы крылья перевязали, так летают сейчас. Диву даешься. Хватит, окоп. Возраст не тот уже. Жена, какой возраст? Ты что, стариком меня считаешь? Харай! Они не дадут составиться. Открой еще один магазин. Может, не стоит торопиться? Отдохнуть ему надо, только начал в себя приходить. Вот когда ора женится, сам захочет взяться за дело, тогда магазин и откроем. Какая разница? Лучше бы сейчас подумать о невесте. Есть. Дочь одного влиятельного. Господина. Подожди, искать среди влиятельных. Посмотри. М– 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 Хара, иди домой. Оставь нас. Выкинь ее из головы. Дочь голубятника никогда не станет моей невесткой. Я люблю Лилу. Завтра же начнешь работать у меня в конторе. Выкинь девчонку из головы. А как выкинуть из сердца? Запомни, они нам не ровня. Мама, а Ара сказал сегодня, что любит меня больше всего на свете. Поставлю свечку за твое счастье. Дочь двоюродного брата вот только что вышла замуж, и у нее уже дети. Родились два мальчика. Если вспомнить наше время, мы были совсем другими. Скромнее. Если хотите. Да-да, скромнее. Мне думается, что с сегодняшнего дня мы станем еще дружнее. О-о-о, и поблагодарим за это наших детей. Кстати, где же они? Не беспокойтесь. Они идут дорогой, которую указало им сердце. Какая чудесная природа. Ваши родственники очень милые люди. Это вы их очаровали. О-о-о, вы делаете мне комплимент, господин Ара. Это не комплимент. Вы действительно очаровательны. Но я хочу вам кое-что сказать. Так скажите. Я вижу, что вас что-то мучает. Я люблю. Вот как. Но разве это повод для беспокойства? Да, если хотят помешать. А вот и мы. Была очень приятная прогулка. А-а-а, вот и наши дети. Вы не заблудились? А мы уже начали волноваться. Пожалуйста, фрукты. Угощайтесь. С удовольствием. Какая сегодня дивная погода. Приезжайте еще к нам. Извините, если что не так. Не стоит благодарить. Приезжайте и вы к нам. Спасибо, очень рада. Всего доброго, милая. Всего доброго, милая. Всего доброго, милая. Не смей думать о соседской девчонке. Я ее люблю. Любишь, раз любишь. Отец, если уж я полюбил, мне не важно, чья она дочь. Не важно, кто ее отец, торговец или мастеровой, беден он или богат. Да пусть ее отец будет кем угодно, мне все равно, но только не голубятником. Он не может стать моим родственником. Я не хочу, чтобы надо мной смеялись. А если б я за границей женился на гречанке, итальянке, ты б вообще не знал ее родителей. Знаешь, ты только не умничай, не умничай. Слава богу, что этого не случилось. Но отца этой девчонки я знаю. Кому в городе неизвестен окоп? Этот парикмахер, этот голубятник. Я прав? У вас спрашиваю, я прав? Прав, прав. Громче! Ты прав, отец! Вот мое условие. Забудь девчонку или уходи из дому. Никто не вправе распоряжаться мной. Никто. Даже мой родной отец. Браво. Браво. До чего докатились. Вы видите, никто не смеет им распоряжаться. Но я не только твой отец. Я известный и уважаемый в городе господин Тумас. Отец, я уже сказал. Поступай, как подсказывает совесть господина Тумаса. О, складно говорить научился. Но не забывай, здесь не заграница. Здесь нас будет разделять только забор. Теперь тебе ясно? Я не добренький голубятник. Я тебе голову оторву. А сейчас убирайся, но смотри, не пожалей. Вери! Дело. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А ну-ка, посмотри мне в глаза! Неужели, если бы я была дочерью Голубятника, ты бы не женился на мне? Ты вспомни, кем я был тогда сыном отсонщика! А он сын господина Тумаса! О прошлом давно пора забыть. Я сделаю все, чтобы этот парикмахер из города убрался. Как ваши дела, дорогой Арутюн? Спасибо, не жалуюсь. Как дети, внуки? Слава Богу! Надо, чтобы его Турман и Голубка Пейроса встретились в небе. Говори громче! Я слышал, Адрине Пейроса, любого Сезаря заманят. Что? Именно мастера окопа уведет? Уведет. Мастер окоп боится. Потому и держит его в клетке. Не верю. Хочешь, верь, хочешь, не верь. Люди так говорят. Куда ты, окоп? Не может этого быть, Пилипос. Кто говорит, от кого слышал? Ни одна Голубка в городе не уведет моего Мино. Мино сказал. А я не верю. Люди говорят. Врет он. Кто это выдумал, Мино? Окоп! Долго мне еще ждать? Скоро ты? Минутку, я сейчас только выясню, от кого слышал. Все говорят. Признайся, Пейрос говорил или кто другой? Не знаю, я сам не слышал. Весь город говорит. Кто именно? Прошу тебя, не скрывай. Пейрос сказал или кто другой? Пейрос сказал. Окоп! Долго мне еще сидеть на мылины? Долго мне еще сидеть на мылины. Погоди, тут дела поважнее. А вы не шутите, дети. Будешь брить или нет? Иди садись. Кажется, поверил. Все в порядке. Ну что ты пристал? Неужели трудно было потерпеть, пока я все выясню? Побрей меня, дорогой. Сколько можно ждать? У меня дела. А у меня нет других дел, кроме как брить тебя. Уходи. Для техничек. Кажется. Уходи. Надо здесь. Уходи. Уходи. Перос, перос, ты дома? Перос! Чего тебе, мастер-окоп? Что ты делаешь завтра? Пока не знаю. Устроим состязание? Хочешь, я выпущу своего мино, и твоя адрене будет у меня в голубятне? Ого, а не выйдет ли наоборот, мастер-окоп? Моя адрене, голубка соблазнительная. Это всем известно. Ладно, я согласен. Смотри-ка, провели меня эти хитрецы. Перос ничего не замышлял. Вот тогда что? Увидеть состязание захотелось. Ну что ж, пусть увидят. Хоп! Хоп! Смотри! Смотри... Кто кого еще неизвестно? Секунду, прошу прощения. Мастер оков! Секунду, прошу прощения. Лило! Говорил, а вы не верили мне? Небо нашего города принадлежит моим голубям. На, отнеси ее в клетку. В городе говорят, что господин Тумас выгнал сына из дому. За что? За то, что он любит твою дочь. А Тумас не хочет, чтобы его невесткой была дочь голубятника. Господин Тумас, это сейчас он стал господином. Кем он был раньше? Упрямым глупцом был и остался. Он даже не знает легенду о Ное. Но ведь это он был самым первым в мире голубятником. Значит, что выходит, самая первая невестка была дочерью голубятника? Если господин Тумас не знает этого, в чем виноваты голуби? В чем? Оков! Мастер оков! Выйди на минутку! Кто это? Пирос. Ой, чует сердце недоброе. На колени встану перед тобой. Только не выходи, прошу. Что? Не ввешивайся! Отойди! Пустите меня! Не ввешивайтесь, мужчинела! Это вас не касается! Что тебе, Пирос? Верни мою голубку. Люди говорят, к тебе заходил учитель, и вы что-то замышляли. Приворожили мою голубку. Не верь, Пирос. Это неправда. Неправда, говоришь? Господин Тумас видел сам. И я тоже видел. Оков, мы все свидетели! Учитель заходил ко мне побриться. Только и всего. У меня одна единственная дочь. Клянусь ее здоровьем. Мне нечего скрывать. Кривить душой не умею. Смотри, какой святой! Здоровьем дочери клянется. Следил бы за ней лучше. Чего доброго до греха дойдет. Ах так. Я сейчас вернусь. При чем тут его дочь? Что донесешь, болван? Что поделаешь от этого человека злой язык? Он тебя позволил оскорблять честного человека. Ох, болван. Где? Где он? Умоляю, окоп! Окоп за клянувами, не надо крови! Они оскорбили честь моей дочери! Не затевай драки! Они оскорбили меня! Ох, мама! Ну? Пей, распусти меня! Мастер окоп. Не сердись. Ты самый лучший знаток голубей во всем городе. У меня к тебе просьба. Говори, Пейрос. Верни мое, Адрине. Не лишай меня единственной радости. Нет. Этому не бывать. Голуби сами выбрали друг друга. Нельзя их разлучать. Не бывать этому. Лило, что ты, доченька? Все хорошо. Не капли в тебе мужества. Лило. Жаль, что у меня такая жена. Отец Марут! Батюшка, вы слышали, что такое? Да, говорят, господин Тумас сына выгнал издом. И все из-за дочери мастера окопа. Мальчик полюбил ее. Вот так новость. Как же так? Такое событие, а я узнаю последним. Да как только я услыхал, сразу к вам. И что же делать? Идти, господин Тумас. А до чего встала такой красавица и глаз не оторвали? Я видела еще. Доброе утро. Благодарствую. Как идет торговля? Вашими молитвами, святой отец. Ну, слава богу. Здравствуй, господин Тумас. А, милости просим, святой отец. Не помешал. Шел мимо конторы, решил заглянуть и узнать, как ты. Так себе. В общем, ничего. Но, чтоб не было хуже, скажу, все в порядке. Искренне рад за тебя. Такие вот дела, господин Тумас. На все, божья милость. Закуришь, святой отец? Боже упаси. Дозволь сказать. О молодежи хочу слово молвить. Да, такие вот дела. Может, кофе выпьешь? Кофе с удовольствием. В такое время с удовольствием. Геворг, принеси чашечку кофе для отца Марута. Ну, что ж, значит, все хорошо, господин Тумас. Странные дела творятся на свете. Пожалуйста, святой отец. Спасибо, сынок. Прошу. Да, странные творятся дела. Ничего странного. Послушай, святой отец, мы оба прекрасно знаем, зачем ты пришел. Но хоть лопни, слова не скажу. Ах, тебе виднее. Оставайся с миром. До седых волос дожил. И не знаешь. Голубь, птица святая, господин Тумас. А что надеялся узнать, я узнал. Все это тебе надо знать, отец Марут. Здравствуйте, учитель. А, ра. Очень рад видеть тебя. Я к вам по делу. Слушаю. Я хочу преподавать. У меня образование, я сумею. Рад, признаюсь, бесконечно рад и взволнован. Посвятить себя делу воспитания детей. Скажи, а ра. А отец знает? А, отец. Нет, мы с отцом поссорились. Господин Тумас, наш попечитель. И сначала пусть он даст свое согласие. Не возражай отцу. Смирись. Все в класс. Начинается урок, поживее. Все в класс. Извините, господин Тумас, я вас долго не задержу. А, приветствую. С чем пришел, говори. Не знаю права, как сказать. А ра приходил. Просил взять на работу в школу. Я растерялся. Чего ж ты растерялся, дал бы ему в руки метлу. Господин Тумас, ара ваш сын, как же я... Не имеет значения. Я выгнал его из... Конечно, вам виднее. Но общине этого не объяснишь. Какое мне дело до общины? Пока не исполнит моей воли, ноги его в моем доме не будет. Однако у общины свои законы и требования. Скажем, господин Месроп его, вы помните, он всегда брал у вас суд. Обратился к господину Мерсесу. Почему? Говорит, что вы презираете голубятников. Утверждаете, будто голубь приносит несчастье. А что, это не так? Господин Тумас, но весь город любит голубей. Послушай, я и сам люблю голубей, но терпеть не могу голубятников. Понятно? А сын обязан слушать отца. Не возражаю. Но и вы согласитесь со мной. Есть ли смысл из-за подобных мелочей терять клиентов? Если не понял, скажу иначе. Когда мне хочется курить, я курю. Как вам угодно. Но не следует забывать, что дым вдыхают другие. А ты не так прост, учитель. Я сделаю вот как парикмахеру окопу, поставлю условия. Бросит голубей, возьму в невестке. Его дочь не бросит, пусть убирается. Ну что ж, я сказал, но вам лучше знать. Всего доброго, всего доброго. До свидания. С этим молокососом хлопот не оберешься. Аккоп! Да, господин Тумас. Спустись на минутку. Сейчас. Здравствуй, господин Тумас. Продай дом, свою парикмахерскую и уезжай из нашего города. Понял? А то что сделаешь? Что сделаю? Спалю все. Огонь и золото одного цвета. Не верю, господин Тумас. Ты свое золото просто так в огонь не бросишь. Ха-ха-ха! Лезешь, господа, за счет дочери, голубятник! Тоже мне, господа, я твои усы сбрею мигом! Лезешь, господин Тумас. Родного сына из дому выгнал. Верни его. Дался тебе этот парикмахер. Одумайся, ветеран наш сын. Мой дорогой, моя радость. Если придет и скажет, что отказывается дочери Голубятника, прощу. Весь город меня осуждает. Всему городу рот не заткнешь. Да и только посудачить, да позлословить. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Я запомню, мастер Акоп, и всю жизнь помнить буду. Эти существа научат тебя истинной верности. Стоит им плениться друг другом, создать пару, они уже не разлучаются. Их нежной преданности можно только позавидовать. Это нас, людей, и восхищает. Но если в человеке чувство верности явление довольно редкое, то у этих созданий, как мне кажется, верность врожденное чувством. И еще хотелось, чтобы ты знал. Они с самого рождения обладают инстинктом. Где бы ни были, как бы далеко не улетели, все равно. Но возвращаются домой. Они до конца остаются верными своему долгу. Как-то в разговоре учитель Ашур сказал, в мире существует чувство необъяснимое, присущее только людям. Это чувство неблагодарности. Но эти создания устроены иначе. Которые, корми их, пои, люби. И увидишь, как они будут благодарны. Они парят высоко в небе. А ты глядишь, не наглядишься, не налюбуешься. Они дарят красоту своего полета. И ты невольно смотришь в небо, восхищаясь солнцем и синевой. Душой становишься чище. Устал я, Пилипос. Говорить устал. Возьми этих голубей и иди. Многое хотелось мне сказать, мой мальчик. Но я устал. Кажется мне, что я и жить устал. Ныне венчающимся рабам Божьим и от Господа Бога счастья и благоденствия мы просили у Господа благословения на ваше супружество, чтобы Он даровал вам телесное здравие и душевное спасение, долгоденственное и мирное житие, здравие и спасение и во всем благопоспешение подашь Господи рабам Твоим ора и лило и сохрани их на многие лета. Молитесь Господу, чтобы Он сохранил вас от всех бед и напастей и даровал вам радостную жизнь. Аминь. 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 Продолжение следует...